Нам, мехматянам, я мехмат-то кончил, преподавали физику так, что она производила впечатление какого-то надувательства, какого-то шаманства сплошного. Какая-то, знаете, вторая ступень после передовой марксистско-ленинской теории, которую тоже нас тогда учили. В чём, собственно, дело? Кто к нам приходил? Физики свистфака. Теперь-то я понимаю задним числом, это были очень хорошие физики, хорошие учёные. Но они совершенно не понимали и не желали понимать характера той аудитории, изощрённой математической студенческой аудитории, куда они попали. Они нам преподавали физику по-рабочи-крестьянски. И в результате то, что они считали разумным упрощением, нами понималось, и мои однокурсники, которые слушают эту передачу, подтвердят, как профанация и вульгаризация. Вот такой вещает учитель. Возьмём оператор и возьмём собственный вектор этого оператора. А нас только что учили по математике, что бесконечно мерное пространство тем-то и отличается, что там операторы могут вовсе не иметь собственных векторов. Физик нам вещает. Возьмём ряд и отбросим для простоты все члены, начиная с четвёртого. Математик говорит, что по какому праву? Почему вы при этом ничего существенного не теряете? Где ваше доказательство? Нас учили строгим рассуждением. И таким образом взаимное вот это непонимание привело к тому, вот я бы сказал, к парадоксальному факту, что чем математик сильнее и способнее, ну молодой студент я имею в виду, тем извращённее у него представление о физике. По крайней мере о её преподавании, как о сплошном надувательстве. Продолжение следует...